Это Пульс Дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной консультант по инвестициям Давид Полевой. Давид, приветствую вас. Добрый день. Давно мы с вами не общались по поводу состояния экономики. Вот последние новости говорят о том, что дефицит бюджета США достиг 1,7 трлн долларов. А вместе с тем агентство Bloomberg говорит нам, что новые показатели экономического роста должны показать, что США остаются экономическим гигантом. Как бы вы интерпретировали то, что происходит? Дело в том, что рост экономики больше, чем за последние два года. То есть, рост экономики очень хороший. И безработица очень низкая. И люди покупают товар. То есть, потребность на товар выросла. Поэтому очень важно понимать, что экономика в хорошем состоянии. А госдолг – это отдельная история, очень большой. Люди готовы, значит, покупать больше товаров. Правильно? Да. Значит, больше зарабатывают, значит, жить лучше стали, получается. И даже продажа домов, новых домов, несмотря на огромные проценты, на ипотеку выросла. То есть, это показывает, что все-таки спрос большой, и люди работают, и тратят деньги. Ну, вот смотрите, президент Джо Байден выступает на мероприятии, которые он сам называет «Байденомика», и «Белый дом» это так называют. Насколько вы бы оценили, на самом деле, усилия действительно в этой связи самого «Белого дома» и лично Джо Байдена? Потому что есть ощущение, что это просто временной такой показатель, ну, после пандемии, что ли. Насколько действительно Джо Байден и его администрация сделали для этих показателей что-то? И как долго это может продлиться? Ну, время покажет, но пока что экономика в хорошем состоянии. Пока что в хорошем состоянии. Хотя, как мы будем дальше говорить, люди должны платить большие проценты на ипотеку, на жилье, и также на автомобили и так далее. То есть выросли проценты, и компании тоже должны рефинансировать свои обязательства под больший процент. И это многих, особенно коммерческий реал-эстейт, это их сильно затронет. Поэтому мы ждем состояния, может, мы и на бабу, как бы, сказать. Но пока что экономика показывает хорошие результаты, что очень интересно, потому что, по идее, растущие проценты должны загасить экономику. Есть ли предпосылки того, что процент опустится в какой-то ближайшей перспективе? Ну, если начнется рецессия, то ФЭД должен будет снижать проценты, по идее. И поэтому тогда проценты могут упасть. Но пока что проценты растут даже не потому, что ФЭД поднимает больше. Они заморозили пока что в настоящее время процент. Но процент сам по себе растет, потому что экономика не ухудшается. Мы с вами раньше говорили о том, что, возможно, рецессия и так далее. Вот сейчас как вы оцениваете это состояние? Некоторые специалисты говорят, что рецессия может быть очень скоро, в четвертом квартале. То есть сейчас скоро. А некоторые говорят, что мы избежим ее. Сейчас очень разбитое мнение. Но это вполне возможно. Вот смотрите, мы с вами говорим сейчас, что состояние экономики очень хорошее. Все остальное. Люди работают, покупают товары. Тем не менее, агентство Bloomberg приводит такую статистику, что в настоящее время самые большие задолженности платежей по автокредитам. Да, особенно то, что называется subprime. То есть не самые лучшие, как бы, те люди, у которых не самый лучший кредит. Они 6% не платят свои автомобильные задолженности. И очень много забирают машин. То есть это показывает, что все-таки есть проблемы с процентом особенно. Потому что сильно выросли стоимости оплат месячных для среднего американца. А когда мы с вами говорим о продажах домов с высоким процентом, есть ли какая-то статистика? На самом деле вот эти продажи упали за последние месяцы? Или они держатся, скажем там, как два года назад? Ну, я думаю, что эти цифры в дешевых районах в основном, в более дешевых районах. И там много покупателей, которые пенсионеры, которые покупают за наличное жилье. То есть в более дорогих районах продажи все-таки застой есть из-за процента. А как насчет спроса? И я имею в виду, ну вот знаете, охладился ли рынок или нет? Потому что из того, что я знаю по своим знакомым, они говорят, например, на севере, ну Чикаго, например, уже не дают за недвижимость выше той стоимости, которую покупатель, вернее продавец просит. И в том числе и рынок Флориды, кстати, охлаждается. Вот вы наблюдаете ли за этим? Ну, я слышал, я не особо занимаюсь недвижимостью, но я слышал, что люди могут сейчас купить дешевле, потому что меньше покупателей, потому что тяжело получить моргидж, который стал дороже и намного по оплате. Поэтому сейчас можно найти лучшее условие покупки, чем раньше. Я думаю, что это приводит к… Пока что еще среднее не упало, но во многих районах начинается то, что очень много есть на рынке предложения. И если он застрянет, то будет уступать при продаже стоимости на жилье. Давид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был консультант по инвестициям Давид Полевой. Спасибо большое. Хорошего дня. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова